христос посреди нас мои родные любимые сердце дорогой и дорогие христа любцы и все братья сестры христе всем желаю радости и веселья господи всем желаю пребывать любви друг дружки по образу учения нашего спасителя дня 6 вечера часик до обеда я решил почитать комментарии это что-то набирается там чтобы на завтра может с утра не откладывать завтра есть другие планы на христолюбие хорошая проповедь пишет человек кролику имя ему иисус но текст ибо младенец родился нам относится к будущему времени это говорилось о христе никого из людей никого никогда в писании называли бог крепкий отец вечности подумайте над этим внимательно христолюб такое пророчество могло относиться только к иешуа мошаху иешуа мошаху а иммануил которому дали имя магир шалал хашбас есть прообраз мессии ну вот человек я не знаю как он смотрел мой ролик это вот живой пример да все мы смотрим а понимаем по-разному я в этом ролике все ответил никогда никакие пророчества ветхом завете не были воздушными прежде всего они относились даже когда давид пророчествовал там по идее кажется и и на самом деле вернее не кажется конечно же об иисусе что там соберутся на меня вы помните да мы с вами кстати скоро будем ветхий завет как я обещаю читать когда нибудь начнем я надеюсь в ближайшее время конечно же это об иисусе но прежде всего это себе и давида точно так же окружали псы его так на как он их называл да язычники замышляли тщетное так что прежде всего это было настоящем времени я это показал из и почему это и называется пророчеством то ведь и сайт тоже пророчествовал об этом эмануэль его не было еще еще плена не было и он только пророчествует что вы будете в плену это же пророчество они даже еще не в плену их еще не взяли это только будет пророчество родиться сын имя ему какое имя имя ему правильно магир шалал хашбас рви добычу чё там вот это все да то есть время войны сын войны можно так назвать хотя ну сын войны как будто он воина ну я так не почему так лежит от словосочетания вот как дети войны помню так и называли да вот эти великотечно допустим и ком звали детьми войны то есть это люди которые выросли во время войны вот он дитя войны рвида чё там рви не помню уже до 5 добычу вот а народ нарекут написано народ народ и естественно пророчество вот так вот ветхом завете перемешаны и а при при первом времени о будущем поэтому конечно же мы читаем духовного бог крепкий отец вечности это уже к иисусу в принципе да но он же говорит о том кто потом когда кир даст им так скажем не знаю можно сказать разводную да отпустит израильский народ обратно в землю обетованную этот человек вот этот магир шалах ажбас поведет их обратный будет все это будет как бы их них их ним опять путеводители звездой их это о нем речь шла прежде всего и опять же рю народ назовет его эммануил будет говорит о нем эмманул то есть нами бог народ будет с нами бог с нами бог это будет говорить народ вот они они это и бог и исаи говорит а ты поди его сам бог ему говорит назови вот так так что не знаю вот люди слушают я одно говорю человек по-своему читает ну читаешь ты как хочешь читать тогда чё тебе могу сказать и особенно меня дальше всегда вот и человек начинает приводить какие-то ссылки вообще не связаны с этим местом давайте зачитаем ибо исаи говорит пророчество которое повторял еще относится к себе господа саваофа его чтите святый он страх ваш он трепет ваш ну что мы теперь будем вырывать отовсюду подряд просто какие-то ссылки и он будет освященним и камнем ну разве можно так делать разве не слышали мы от христа а слова завяжите свидетельств и запечатляет кровение при учениках моих не говорит что это отдаленное пророчество хотя так не должно случиться пресса и а матфейник не говорит ли своим восклицанием да сбудется через пророка сбудется до родится сын и нарекут ему люди люди нарекут ему имя эмануил люди будет говорить о нем люди вот так будет нарекать не не иосиф с марией не мама с папой ангел явился каждому осиф из море искал назови его вот именно как ты сам написал и шоу и шоу машах по-гречески иисус христос по-русски помазанный спаситель все ничего сложно по-английски как там джейсус что там христ христ джейсус по-китайски еще как-нибудь родители назвали его обычным еврейским именем которое было от иисуса на вина я в этом ролике все сказал вот так вот ну каждый вид читает по-своему христолюб тебе много здесь льстят внимание лесть опасные вещи может тебя довести до падения будь осторожным с этими похвалами а то можешь быть уловлен дьяволом лесть эта сеть для души да люди мне не льстят люди мне просто благодарны и выражают от благодарность в добрых красивых приятных словах вот и все люди меня за что-то конкретное благодарят за что-то конкретное и неблагодарность то страшное свойство души человеческой сатанинской если люди выражаются благодарность послушав мой ролик получив пользу назидание радость утешение познание истины и сказали спасибо и сказали это не простым сухим словом а как-то ничего в этом плохого нету лестят когда те горят то чего в тебе нету а если ты со своей стороны считает что это лестует только лесу бусу сугубо субъективно или сугубо твое личное мнение вот и все когда мне люди говорят за что-то спасибо о чем я занимаюсь это для всех явно и очевидно и не за это благодарят более того вот именно потому что я уже много раз говорил пусть вот кто заведет пусть мне какой-нибудь блогер покажется заведет себе канал по проповедует пару лет откроет мне личный кабинет и покажет что нет ни одного заблокированного пользователя вот и от этого человека я приму вот эти все вещи и кстати до этого дойдем ладно не буду об этом говорить еще еще дойдем до этого ладно тут больше ничего не хочу читать хочу на лаве сейчас мы в принципе прямо эту тему и продолжим вот тоже пишет как раз чем больше подписчиков тем больше разнообразие и я все продолжаю считать что блокировать не имеет смысл надо давать высказываться и людям умалишенным скобочках ставит для контраста я вот вы дорогие кто мне это советуете и высказывать свое мнение причем с претензией что как бы ну и претензия понимать это слово да с тем что вы так считаете вот вы когда у вас будет хоть какой-нибудь блок пусть даже не христианский мне любопытно посмотреть вы мне откроете ваш личный кабинет или вот такой вот ролик запишите я посмотрю если у вас заблокированные пользователи неважно в принципе какая тема тролли есть везде в любой сфере ты хоть самую святую это делай все равно найдутся те кто всех не устроишь это я про это каждый знает по жизни глаза будь не такие рот одежда плохая камера микрофон худит что нибудь людям все равно будет не нравится вот когда вот я почему господь мне гениально его формула от формула бытия сотвори и научи когда мне люди горят не от опыта почему я не слышу я всегда сколько я уж пытаюсь об этом говорит ну ладно может быть новый то пишет до того что мне сосед всю жизнь кирпича не поднял и сидит там покуривает и мне там тычет слышно ты не так кладешь я знаю что он всю жизнь там шофером проработал и ты его будете слушать вы его наймете советую будете от него слушать как ложить да ничего вы не будете совет принимается от мастера ученики набиваются учителю из 10 классов 1 не идут у первоклассников спрашивать как в одиннадцатый поступить это надо понять когда в жизни я вот почему не слушают эти все советы с вами все что касается вот этой деятельности проповеднической я могу послушать совета кто ведет такую жизнь все остальное это ваша фантазия вы вы пальцем не до касались как господь его законников до этого накладывайте на людей вот ты накладываешь на меня гашу умалишенные я вот я как они стать не хочу если кто-то считает что это можно просто вот так вот читать все целыми днями и никак тебе это не колышет вы говорите не знаете чего просто вот и все и более того даже если ты на это способен мне не надо советовать у меня своя психика своя природа своя жизнь вот и все ты сделай сначала сам заведи себя канал набери тысячу подписчиков у меня вот 500 хорошо 500 и покажи мне свой личный кабинет и может быть я тебе поверю что ты это я верю ты делай что хочешь вот я вот он будет умалишенный подобное соединяется с подобным если ты думаешь прожить психушки и не стать психом я чуть сомневаюсь что это возможно вот поживите с псих с психами я думаю что если ты в психушку тебя на три года упрятать ты точно таким же выйдешь оттуда у меня друг косил от армии лучший друг и лежал никогда я в жизни больше туда ногой не ступлю не горит никакая батма и горит знал бы куда и меня положить ягод лучше вообще бы пошел бы послужил или как-нибудь другим путями шо мне лично такое говорил мы к нему в гости один раз ездили а помню пока он там был причем был он там совсем недолго чем помню две недели что лет лежала ли месяц что там как-то так что вот так что все это только со стороны легко кажется вообще мы очень легко евро даем советы попивая кофе ёк на диване советы давать можно только от опыта от опыта то что ты изведал то что ты прошел тогда твои слова как господь сказал сотворить и научить и тогда твои слова будет сильный искренне истинный это это может быть только совет но ты можешь ты мне уже 200 раз об этом сказал я что должен это слушать не ты даже вот ему говорю я уже 200 раз ответил я буду банить у меня свое здоровье есть и кто-то я рассказ кими не надо сам же писал я знаю это у человека более того мы даже по skype общались сам же не раз пишут а тоже готов там и послать подальше человека в жизни кается потом рассказать ну что ты тогда мне это пишешь ты я знаю даже кто ты пишешь вот мы так всегда живем я вот поражаюсь дима столько у тебя соток сколько у тебя соток земли огород большой кажется на зиму заготовишь слава иисус христу макару там две сотки 20 на 10 там и вот еще и распахал кота вот этот маленький сучку три сотки в общем мне вот так вот даже не знаю чем засаживать порой на зимой себе делаю заготовки в этом году но у меня руки опять начинают только он сказал там ролик что вроде ничего но у меня уже жуть начинается не знание а как начинается это все это крово а я еще ничего даже не посадил в этом году я не спешу в прошлом году все морозом побил я подумал зачем нет надо каких-то этих блогеров блогер тетя смотришь огородниц они все теплицами занимаются там все это ранние посадки никуда не надо я вот еще недельку подожду из 15-го тогда уж уж если будет уже это уж точно катаклизм когда не числа двадцатого прошлого году его ударил мороз помнить на 10 мая вот так же на майске и все и все у меня там чуть ли не попогибло потом оклемывалась что-то все кривое сажать буду где-то с 15 мая на уж там как господь управит заготовки какие могу какие умею какие учусь все делаю горошек у меня вот такой в этом объедался три баночки я сделал на пробу ну и я немного посадил даже тяжело было банку собрать сразу за раз я там несколько дней ждал что хоть подрос в этом году хочу побольше посадить но горох прям красота консервированный огурчики там помидорчики кабачки да все я делаю черт вырастает дмитрий всегда смотрю ваши ролики с удовольствием берегите себя вы человек умный мудрый сильный не вздумайте наложить на себя руки вы нужны тем кто слушает вас и следует за иисусом христом вот спасибо человек все понимает люди после моих проповеди не за мной идут и не ко мне приходят и не в культы вляпываются и ничего не теряют а только приобретают я ни с кого ничего не беру ни духовно не телесно а если люди живут и желают жить просто органической жизнью и духовные телесный я вот это тоже не от меня затычут тоже иногда вот так это просто здорово вот и все что мы становимся едиными членами тела христова пусть рассеянными по всему лицу земли вот но насчет наложить руку у меня правда были серьезные испытания в ролике рассказывал всего этого не передашь это жуть уповаю на господа что как он сказал через апостолов своих что не попустит испытанием больше больше искуски испытаний дима замашь место без коры олив или садовым варом может засохнуть или оставить оставить открытым или краской да я знаю я спасибо братец я купил еще в прошлом году когда естественно чекры жил в саду я просто поленился да я так и подумал что даже по всей длине над просто замазать да и все но что-то я это и куда-то я его дел сегодня посмотрел не нашел но может завтра поковыряюсь что-то мне ну и по сути мне ледь просто вдруг обещал мне еще много прислать передать потом или я в воронеж поеду этих яблони думал он помрет да уж она и так большую пользу заслужила то что привилась туда к этому деревцу но я замажу мне просто лень на самом деле чё-то было да конечно не лениться умиляет твое видео про огород сердце радуется здоровья тебе долгих лет жизни от здоровья не не откажусь и от молитв ваших за моё полное исцеление от моего недуга какого тут этого не знаю как его назвать то немощи и от экземы пожалуйста молитесь я буду только благодарен насчет долгих лет жизни это конечно не назову для себя долгим пожеланием для меня жизнь христос конечно смерть приобретении все страны писала дима у греков нет шипящих букв поэтому вместо ш с так как русский перевод с греческого они так и перевели но вот сестра ответил я даже не стал проверять ее я муж как-то тогда тоже одним ухом слушал но вот это похоже на правду как она объясняет да то есть у греков нету ш шипящих поэтому они и шауль переводили как сау знаешь я чё-то тогда напутал ну я и каюсь и вот не тысячи что я там не признаю свои ошибки да пожалуйста признаю я как-то тогда слушал может мне показалось что что-то еврейским нет хотя я помню так и говорил я вот честно я иногда тоже разве можно вспомнить все что ты говорил из хотя бы давали ссылки с минуты где чё смоя мог сам пересмотреть сказать да вот тут вот тут я вот так я . давным-давно я помню что-то мне засела что да вот я у кого-то слушал чем как вот еврейского проповедника и он говорил что вот там чет про вот это шоссе и тогда я это обратил внимание правда то есть переводы там древние так написаны еврейские там я вроде что до такого имя ты нету вот ну принципе суть ли это важно ну можно будет подразобраться еще с этим вопросом да ну хотя какая разница но перевели салда салша ульда шауль какая там до разница ну да скорее всего так что просто ш у греков таких шипящих нету вот они заменили на с как-то как-то интуитивно или тоже мне один пишет дружище ты себя больше проповедуешь чем христа сильно много в твоем тексте сильно ты еще один раз он пишет сильно ты рекламируешь себя какой-то хороший праведный ну во первых мы должны в себе павел уча тимофея учить да как это великолепно я люблю эту заказку как он ему писал сам научившись от иисуса учил тимофей учить других в себе показывать образец добрых дел это очень важно в себе он чтобы чтобы быть противники не имели прочитайте первое второе послание апостола павла к тимофею кто особенно допустим проповедует учит хоть где-то хоть в в интернете или где-то там может быть вас слушают у вас дар слова есть у вас действительно есть какие-то уши очень важно понять это все ну и по сути каждый христианин прежде в себе образец вот и опять же ну ролики о моей жизни но о ком я должен говорить есть канал христолюб где я читаю описание что там сам что ли хвалюсь о себе есть беседы христолюбцев где мы с братьями и сестрами или там с кем-то кто созвонится читаем описание или на свободу или свободно на какую тему говорит есть у меня канал христолюб life вы сейчас на нем канал называется христолюб life моя жизнь роликов 6 записал опять последовательных в принципе первый раз до этого были какие-то отрывки там 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 в плейлисте себе у меня из бесед вот я встал где-то кто-то спрашивал я немножко рассказывал вот я решил 6 роликов получилось думал 3 5 еще 6 добил все выложилось насколько мог и так вам там не по часам по сути семь лет шесть роликов чаще на о ком я буду там говорить да пом я и даже там об исусе все время говорю просто я говорю иисусе в моей жизни мой канал life жизни моей я говорю о себе я должен о ком в этих роликах говорить меня понимать у меня был там один канал и три ролика я тут же себе рассказываю человек зашел первые ролики на канале и тут я себе понедельник и пою мне новый завет целиком на христолюбе записан пожалуйста читайте назидайтесь кто чего можно и поделиться это как проповедь и как евангелие и как учительство сколько на беседах сколько здесь уже проповеди где только иисуса проповеди ролики обо мне я пишу о себе мне надо же о себе что-то рассказать ну а вы знаете павел горл что хоть я не вижу за собой ничего судья мне господь да я в отличие от многих не считаю что не считаю потому что сам не живу в грехе не собираюсь проповедовать вечное покаяние в том плане что грешен грешен и пошел до согрешил и дальше пошел показать и вога батюшки под полотенчик или к пастырю я что должен рассказать того чего нет у меня или что я должен делать а что я должен себе рассказать моя жизнь она на на лицо всех я что должен рассказать если согрешаю я сразу кайси когда-то лично кого-то обижаю я рассказываю свою жизнь а что мне плохого до христианин меняется человек хотите вы этого или нет а это обычно ты меня тысячи я-то грешник но ты тебя вот ты чё вот я заметьте не грешник я согрешаю данные не грешник и вас не тычу не замечаете разницу а мне постоянно тычут те и сам я-то грешник и ну поздравляю тебя долго ты еще будешь в грехе жить познав христа чё я должна себе рассказывать какой праведный да праведный праведный веру жив будет будущее обетование не грешник грешник веру жив не будет праведный веру жив будет да мы согрешаем но мы не грешники тот кто живет в грехе ты не знаешь бога не знаешь его не что по плоти что против ближнего чем мне еще сказать я не знаю я себе рассказал какой плохой был до покаяния на тот она и покаяние что я изменил свою жизнь что я должен рассказывать я не понимаю я потому и могу себе рассказать что я поменял свою жизнь если вы не можете мне уже я не стесняюсь все рассказывал все рассказывал до покаяния уже не один раз это все кто-то слышал да я покаялся покаяние изменил свою жизнь во всех направлениях во всех я хочу быть перед ним чистым и непорочным во всех отношениях во всех нигде никакого пятна не оставить если вы так не живете я не знаю зачем вам то дать все вообще или на что вы рассчитываете я говорю не знаю я не верю ни в какое милосердие боже что он не грешнику будет либо меня своей праведностью от гнева небесного отца закрывать либо как это как протестанты либка ортодоксы ничего грех лишь бы говорить о себе грешный грешник господи помилуй 40 раз и бог меня помилует потом я вот не верю я верю господь сказал по делам ты получишь а самый лучший прекрасный образ чтобы все-таки вот это совсем убрать детское мышление просто все что тебя внутри станет явно бог не чуть его сдавать не будет бог никого не судит ты сам получишь достойный по делам другая фраза ну ты сам получишь то что ты заслужил вот и все это все в те внутри я стараюсь сделать из себя хорошего человека святого праведного да и всячески к этому стремлюсь или мы должны только евангелие рассказывать о христе а сами веры с сигаркой в руки мы должны это делать или как или из в блудилище или как я вот этого понять не могу как ты будешь проповедовать есть ты сам грешник как ты будешь проповедовать святость будучи грешником пребывай в грехе в одном в другом в третьем я вот это у меня в голове не укладывается от избытка сердца говорят уста как ты будешь проповедовать христа тебе любой какая пост описали друг другу да тыкнет они говорят чтобы никто не мог ничего у нас найти ничего нам сказать что мол мы не соответствуем евангельское евангельскому учению а как я вот не знаю я вот не понимаю честно вот не в обиде сестре сейчас в одноклассник как раз не только написал на ролик записывай попозже отвечу дима ты есть в одноклассник их хотелось бы если только ты не против пообщаться с тобой лично да я не против вот она только что я вижу мне написала первый раз вот у меня контакты все на экране в описании к ролику каждый раз говорю все равно спрашивают сейчас сестре не в укор просто говорю вроде крупными буквами написал посмотрите крупными крупными так вот так вот крупными все видно есть skype одноклассники вконтакте почта facebook twitter telegram почта хочется сказать чтобы мы просто были более внимательны вообще в жизни тоже вот почему я эти ролики стараюсь монтировать там уличные добавить вот эти заставки думаешь казалось бы коммунат тут найдет да вот вроде все делаешь и все равно ничего не видно иногда вот так вот если стараюсь и что не принимая близко к сердцу только за пример так еще пока есть время по поводу болячек тут я хочу потом еще ролик опять записать сейчас не хочу говорить так ладно я хотел тут и и куда-то один комментарий ушел а нет вот он он учет я в экране включена вся слажь слава нашему господу и спасителя аминь дорогой брат христолюб простите меня за то что я смеливаюсь давать вам советы но я вижу как вы усердствуете в познании слова божьего да я не усердствую в познании слова божьи я пребываю в учении иисуса христа и хотите служить богу я не хочу служить богу я делами и словами проявляю любовь к ближнему поклоняюсь ему и служу до я этого не хочу я это делаю уже восьмой год только не пойму зачем вы вместе с прославлением бога прославляете себя вся слава три единому святому богу аминь зачем везде ваши фотографии во множественном числе это просто смешно неужели вы не видите что за этим стоит тщеславие забудьте про себя и свою славу мы рабы божьи ничего не стоящий потому что сделали то что должны сделать евангелие с любовью раба божья елена как только меня уж тоже не называли их и христианский буддист там или еще кто-то человек это личность у каждого человека есть свой образ и подобие каждый человек уникален каждый человек прекрасен вы можете закопаться в пещеру ты уж сестра тоже прими с любовью мой ответ я уже говорил наденьте на себя мешок и закопайтесь в пещеру человек прекрасное творение божье я вот людьми любуюсь я любуюсь божьим миром живым неживым ну как называется до живой природы неживой животными низшими высшими ангелов видели тоже вани любовали семей тоже прекрасный человек вы знаете место поражало как вот действительно природа бытия какой бог красив даже в этом казалось бы мир прекрасен нет определения слова красоты это я надеюсь все из разумных понимает красота это не с и не существует определение и вот это чувство меня еще до покаяния помню над этими вещами думал но почему вот почему я доволен сам собой не отбежь на числа как-то пытаются привить привить от тщеславия гордости нет я действительно есть люди как раз меня поражали с ужасными комплексами неполноценности я не мог их никогда понять причем нормальные люди это нормальная девушка там или парень да будь собой мне это чувство всегда было да я понимаю что я не идеален и более того невозможно нравиться всем просто пока мне не все нравится допустим девушки не все нравится внешне не все внутренне не все характер темперамент манера ужимки говор у не обязательно нужно умная порой нужно не совсем умная да я понимал что в принципе все люди разные но удивительно я бы я могу мужскую красоту оценить мужскую и все прочие свойства человека красоту ум то же самое смелость силу мужскую я понимаю он и сильнее меня ловче меня умнее меня я рассказывал далеко умом не блистал в школах тогда были ребята умный вот бы мне его мозги чтобы я не напрягался на пятерки учился рю сильные были ребята намного сильнее меня я далеко не самый сильный был там не среди друзей не среди то есть там на руках начинаем бороться и проигрываешь хотя вроде не самый там дрич да один был очень кроботичный я сколько пытаюсь я там годами пытаюсь какое-то упражнение научиться у него все на лихой то есть нет в природе в принципе он лучше меня но я ему в принципе не завидую даже до покаяния у меня это было я доволен собой я кому-то нравлюсь ну да и он красив он кому нравится и он умен и он прекрасен и он силен ну и я не шитом лыком и меня вот это поражало чувство собственного довольства может быть тогда и это прекрасно я понимал что мир по идее по идее это нелогично что если есть какой-то стандарт красоты то мир должен быть вот опять микро . все чтобы не было разнообразие если красоты есть какое-то определение если ее можно определить ты в этом определении дойдешь вот до минус бесконечности в минус точку и все ничего не будет бог раскрылся сотворил бог небо и землю и эта земля прекрасно и такое животное прекрасно и такой нельзя их сравнить нельзя сравнить свинью с коровой они разные них разная функция них разная красота разная сила разные мозги если еще с кем сравнить жуком с каким все разное и все прекрасно мне вот этого никогда не понять вот то что пишет человек никогда я радуюсь человеку я смотрю на другого человека я радуюсь тому чего у него чего у чего у меня нет того чего есть у него я радуюсь нашему разнообразию это прекрасно нету с нами бога я не верю ни в какого в невидимом богом я не прославляю никакого невидимого бога как этим занимаются многие я верю видимого бога иисуса христа 2000 назад просто явившегося нам явившегося был он всегда для нас он видимого явился в этой плаву всегда был есть и будет он личность он тоже имеет вид иисус тоже имел вид тоже имел образ он не надевал себе пакет на голову чтобы прославлять отца ему умывали ноги ему ували голову ему служили мама сшила ему красивый балахон наверное был красивый нам про так не написано какой-то тканны сверху донизу цельный был обычным человек он ел и пил веселился с мытарями грешниками а здесь чьи должны быть фотографии на моем канале невидимого бога черные квадраты малевича белые квадраты что должно быть на этом канале я личность мне есть образ мне что замазать себе лицо черной краской или что не понять мне вот этого вот это вот серый массы славы не славы да какой я слава от кого ищу да я что прошу тебя петь мне панигириков да не нравлюсь я тебе никакой пользы никакой радости тебе не приношу да не смотри ты на меня я люблю людей я смотрю на них и радуюсь я общаюсь с ними я радуюсь мне кажется кто на кого смотрит вот меня вечно я как раз толпу говорю я лично очень никого не сужу когда мне там наезжают что-то этих этихаешь протестант это масса масса вы сами смотрите окон я не говорю просто протестант плохие я говорю почему их не учение лживое и те кто его проповедует объясняю в каждом ролике почему нет никакого спасения без дел нет нет никакого тайного восхищения и пришествия господа версии 1 5 или там еще каких-то по ним придумали и прочее 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 все вот это лабуда я говорю почему говорю почему вот а лично никому не сужа вы лично меня судите от избытка сердца говорят уста я людей говорить это не принуждаю я не царь развалившийся на кресле и тот кто май машет ему опахалом мечтает ему саблю своему шефу своему этому как он там называется этот индусский кому там видит ну вы поняли да мечтает и рабы мечтают сесть на место господа господа своих мне не понять вас а люди кстати реагируют многие на мою просто реакцию то что я сам очень люблю делать комплименты я сам людям говорю доб лично я никогда никого не обижаю у меня может выскочить я тоже могу я подниму иногда можем там можете но я имею ввиду что я стараюсь всячески я погрешаю в слове бывает я жить много раз говорю но это знают лично люди я лично каюсь поэтому перед ними могу где-то в беседе в общении так что вот так вот мы рабы божьи ничего не стоящие ну не знаю бог за нами пришел так ли мы мало ценны в глазах его каждый человек это драгоценность эта красота мира в нем в человеке в каждом ты можешь увидеть бога замажьтесь все одним маслом и все ну ладно вот так вот поговорил что-то почитали я читаю не все выборочно и кстати не обижайтесь если кто-то там я никакой особой схемы сейчас ничего не убираю ведь те вопросы таки набегает если сейчас уже собирать я понял нет возможности я буду на субботу на трансляцию что-то отбирать может быть такое совсем небольшой легко что можно было все-таки трансляцию вести форме диалога беседы так ну вроде все все мои контакты у вас на экране большими большими буквами что и все есть и контакты и полезные ссылки всегда в описании к ролику уж со мной связаться проще простого адреса каналов тоже на экране подписывайтесь смотрите что интересно ставьте лайки кому нравится кому полезно кому от рад на мой служение я никого к этому не принуждаю это просто словесное выражение вот и все для меня это точно такая же ваша обратная связь вот и все это действительно важно каждому человеку вот и все просмотры ничего не значит смотришь вот просто кому ты служишь вот и все кому ты приносишь пользу их не потому что я галочки там журнале ставлю просто мне это важно как любому человеку как обратная связь вот и все я занимался бизнесом занимался управлением я все это знаю и любому человеку хочется видеть плоды труд трудов своих вот и все но вечно кому меречься тщеславие лесть прелесть гордость мне кажется им это просто не понять ну и кому если интересно можете поделиться этим роликом просто призывы вот и все может быть это ютуберские фразки мне они нравятся вот и все ну что тоже говорим принеси кофе принеси это дело любви они тоже творятся по просьбе многие так что если вы считаете что этот ролик может кому-то принести пользу от радости радость назидания в чем в ответах на его вопросы долго мучающий вот и все это это мое лишь предложение вот так вот все я с вами прощаюсь всех нежно целую крепко внимаю напоминаю заповедь любить друг друга по его образу его подобию его учения и примеру который нам оставлено в евангелии и будем это делать не словом пустым а делом и истиной пока пока